Хор первого белградского певческого общества, пожалуй, больше, чем хор. За более чем полуторавековую историю он стал символом, легендой Сербии. Основанный сербским композитором Стеваном Макраньцем, хор на протяжении 160 лет оставался любительским. Но именно он пел на интронизации сербских королей и патриархов, выступал перед правителями ведущих европейских государств. Сейчас его называют патриаршем хором, так как почетными покровителями этого коллектива после ухода с арены династии Караджорджевичей являются сербские патриархи. Но вручая награду журнала «Православное обозрение» имени князя Константина Острожского, от православной общественности Польши ее устроители отметили и гражданскую позицию первого белградского певческого общества. Когда авиация НАТО на протяжении месяцев бомбила Белград, хор собирался до последнего дня бомбардировки в соборном храме и пел, пока не затихли взрывы. Наши верующие очень переживали вот эту трагедию, когда были войны в бывшей Югославии, бабежки. От того времени, как ни странно, появились многие контакты. И в этом году сообщество певческое из Белграда, этот хор приезжает нам уже третий раз. В прошлом году они участвовали в фестивале сербской культуры «Видандан». Ну и, естественно, в связи с юбилеем мы хотели выразить нашу тоже благодарность. Это большая радость для меня недостойного и первого белградского певческого общества, которое является старейшим хором Сербии. В нынешнем году мы празднуем 160-летие своей непрерывной жизни и труда, жизни в мире музыки и молитвенного труда в соборной церкви Белграда. На протяжении более 10 лет регентом первого белградского певческого общества является Светлана Вилич. Родом из России Светлана утверждает, что награда имеет большое значение для сербского хора, так как вручают ее люди, неравнодушные к судьбе Сербии, к судьбе сербского Косова. Видите, это особое чувство, потому что народ и в Польше также пытается свою православную веру сохранить, пытается эту веру умножить. Сейчас сербский народ находится в очень большом искушении, у него отнимают его сердце, его душу пытаются затоптать. И, конечно же, вот это чувство, единство для нас огромную роль играет. И еще одна награда имени князя Константина Острожского уходит в этом году в Сербию. Ею достали ракетку номер один Новака Джоковича. Знаменитого сербского теннисиста наградили не за спортивные достижения, а за тот пример, который он дает православным молодым людям во всем мире. Пример христианского благочестия. Естественно, так как-то у него получается и креститься, когда он играет. Но мы знаем, прежде всего, что он очень помогает много своим собратьям православным, страждущим на Косово, многие благотворительные программы он поддерживает финансово, особенно для детей. Мы знаем, что его критикуют многие за вот такое, как говорят, демонстративное, что он крестится. Он это отвечает так вот, там, Бог им простит, и это просто по-нашему заслуживает уважения. Восточноевропейское бюро телеканала «Союз», Польша, Белосток.